Продолжение следует... Здравствуйте, Игорь Валентинович. Расскажите, пожалуйста, зачем вы нас пригласили на вашу дачу? Рафаэль, надо менять кровлю. Изучил рынок, познакомился и решил, что пора менять кровлю на гибкую черепицу шинглоса. Вы в этом вопросе специалист. Вот вы и здесь. Хозяева дома с большой любовью относятся к своему загородному дому и окружающей природе, уделяют пристальное внимание экологичности и эстетике используемых материалов. Как у вас здесь красиво? Да, Настя, мы старались. Мы выращиваем здесь много растений. Мы специально выдобрали их так, чтобы было ближе к природе. Мы смотрели по каталогу и выбирали. Многие цвета нам понравились, но остановились мы именно на нем. В каталоге Технониколь представлен широкий выбор цветовых решений многослойной гибкой черепицы. Кроме того, дизайнеры компании постоянно разрабатывают все новые оттенки, поэтому подобрать цвет крыши именно под ваши требования и вкус не составит труда. Рафаэль, дому 6 лет. Он был куплен в составе всего этого поселка. Выбора кровельного материала не было. Это был металл. Вот 6 лет прошедших с момента покупки показали все его недостатки. Гремит, конденсат зимой, вылетают эти винты, которые держат всю эту кровлю и в конце концов отлетают и с небесодержателем. Поэтому пора решать все эти проблемы капитально. Вперед за работу, очень надеясь на вашу гибкую черепицу. Мы вас не подведем. Итак, дорогие друзья, у нас все готово к первому этапу реконструкции крыши. Сейчас нас специалист расскажет более подробно об этом. Работа по замене металлочерепицы на гибкую черепицу с заменой утеплителя занимает около 10 дней. Итак, мы провели демонтаж снегозадержателей старого кровельного основания. И наши опасения о плохом утеплении кровли, в общем-то, подтвердились. Одна из самых главных ошибок – отсутствие над гидрозаляционной мембраной вентиляционного канала. Помимо этого, утеплитель, в качестве которого использовали стекловолокно и базальт, разрознен и влажный. Разрывы швов утеплителя при неправильной укладке привели к образованию мостиков холода, а следовательно и конденсата в подкровельной конструкции. Чтобы защитить утеплитель от естественных паров, выделяемых строением, поверх внутренней обрешетки укладываем пароизоляционную пленку и приклеиваем к стропилам специальной лентой. Сейчас мы заменяем старый утеплитель на новые базальтовые плиты Технолайт Оптима в соответствии с технологией их укладки. Основное ее преимущество перед стекловолоконными матами заключается в том, что плиты не деформируются со временем, не сползают вдоль ската, не перекрывают приток наружного воздуха в подкровельное пространство и не оголяют коньковую часть кровли. Далее мы укладываем супердиффузионную мембрану. Это позволяет защитить утеплитель от влаги и выдувания. Обратите внимание, в районе Майерлата мы закрепляем диффузионную мембрану на брусок и полностью закрываем утеплитель, но при этом остается приток воздуха со стороны карнизной части кровли. Очень важный момент – это создание подкровельной вентиляции. Для этого должны соблюдаться три основных элемента. Это забор воздуха в карнизе, сам вентиляционный канал, который мы сформируем из бруска 50 на 50 и выход воздуха в коньке. Конечным этапом является монтаж ОСП плит, необходимых планок подкладочного ковра. Ориентированно стружечные плиты следует укладывать с обязательным зазором в 3 мм. Прежде чем начать монтаж гибкой черепицы, необходимо смонтировать карнизную планку. Затем постелить подкладочный ковер. И установить торцевые планки. Для данного объекта мы выбрали ламинированную черепицу Шинглос серии Кантри Аризона. Черепица Кантри применяется для устройства скатных кровель. Этому способствует так называемое ламинирование, то есть дополнительное спекание и образование плотного однородного кровельного покрытия. Такая многослойность Шинглос Кантри придает кровле повышенную прочность, устойчивость к сильному ветру и атмосферным осадкам, а также значительно упрощает монтаж самой гибкой черепицы. Перед монтажом рядовой гибкой черепицы карнизную планку промазываем мастикой фиксер. После этого начинаем укладку гибкой черепицы с применением гвозди забивного пистолета, который значительно увеличивает скорость монтажа. Так как наклон нашей крыши менее 45 градусов, то гибкую черепицу закрепляем на 5 гвоздей. Важно их забивать вдоль нанесенной линии над лепестком второго слоя. Дорогие друзья, реконструкция кровли завершена. Игорь Валентинович, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями. Отлично. Сделали быстро, сделали качественно. Ряд вопросов решен. Стало тихо и стало прохладно. Ну и надеюсь, уже весной эта кровля изнутри не потечет. Рафаэль, но я хочу сказать спасибо за то, что вы решили не только проблемы технические, мужские, но и украсили наш участок такой замечательной крышей. Спасибо вам большое. Спасибо. Заменив металлочерепицу на гибкую черепицу, мы полностью преобразили облик дома. Теперь он не только выделяется среди типовых построек, но и самое главное, теперь надежная кровля дома прослужит хозяевам много лет. Ламинированную черепицу Шимлас выбирают по многим причинам. Из-за ее прочности и долговечности, из-за простоты монтажа и безопасности. Дом Игоря и Марины теперь заметно выделяется на фоне крыш всего поселка, как и хотела вся семья. Но и немаловажно, что мы воплотили мечты в реальность. До новых встреч, друзья! До свидания!